Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзегет поступил такой вопрос. Каково влияние темной и светлой силы на человека? Вот для начала давайте вспомним, что есть темная и что есть светлая сила. Мы можем вспомнить такие слова «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Светлая сила – это прежде всего сам Господь Бог. Он есть свет, а потому Он и есть радость. Он и есть жизнь и вечность, и человек может быть счастлив только тогда, когда приобщается к Богу. Тогда душа человеческая сама наполняется света, она чувствует преизобилие благодати Божией, и через это становится причастницей вечности. А, собственно, тьма – есть отсутствие света. Вот если выключить в доме свет, там воцаряется мрак. Когда заходит солнце, наступают сумерки. Когда уходит тепло, то мы чувствуем холод. И темная сила, собственно говоря, это вот те самые падшие духи, которые некогда отпали от Господа и стараются все вредить. Если Господь Бог есть Творец, Созидатель, Исцелитель, то темные силы, падшие духи, они все разрушают вокруг себя, они причиняют вред. Вот вспомним из Священного Писания, как они досаждали Иову, когда уничтожили дом, в котором сидели его дети, и его дети погибли. Когда навели разбойников на его стада, и все было расхищено. А потом дьявол причиняет вред самому праведному Иову, так что он заболевает проказой. Но в этом повествовании есть одна маленькая особенность. Все эти бедствия нашли на Иова только с позволения Божия. И на самом деле дьявол не может причинить человеку вреда, если этого не попустит Бог. И если сам человек не откроет двери своего сердца навстречу дьяволу своими какими-то скверными делами. Вот в Священном Писании есть такие слова. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». Если мы в своей жизни допускаем что-то темное, мрачное, то тогда мы становимся доступны темной силе. Если мы сами исполняемся злобы, то тогда мы открыты духом злобы поднебесной. Если мы испытываем кому-то зависть, то тогда мы тоже уподобляемся дьяволу, который из зависти совратил первого человека, заставив его вкусить запретный плод. И каждый грех человеческий в каком-то смысле уподобляет его падшим духом. Поэтому человек доступен темной силе ровно настолько, насколько свободно совершает грехи, насколько добровольно делает шаг в сторону каких-то явных грехов и грешит нагло и надменно. Вот святые отцы, которые прекрасно понимали Священное Писание, они однозначно говорят, что своими грехами мы открываем доступ дьяволу к глубинам нашего сердца. И тогда дьявол разоряет наш внутренний мир и даже вторгается во нашу внешнюю жизнь и производит в ней всевозможный беспорядок. А человек, который оказывается близок к Богу и через покаяние в своих грехах освобождается от них, такой человек уже защищен благодатью Божией. В Евангелии от Иоанна мы читаем такие строки. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Если ты находишься вместе с самим Спасителем, если твое сердце исполнено благодати Божией, то никакая темная сила к тебе даже близко не прикоснется. Вот вспомним из Евангелия, что бесы, даже чтобы просто вот войти в свиней, вынуждены были рабски просить позволения у Спасителя, так как они невольны причинить вреда даже свиньям. И поэтому наша задача все-таки не усматривать в каких-то наших жизненных неприятностях непременно происки темной силы, а прежде всего рассматривать это как Божий промысел. Господь попускает нам какие-то неприятности, какие-то скорби для нашего вразумления, для того, чтобы мы смирились, чтобы мы сокрушили свой надменный дух, смогли покаянно обратиться ко Господу и в Боге обрели спасение наших душ. Тот, кто причастен Божьему свету, становится недоступен никакой вражеской тьме. Вот дай Господь нам всем стяжать Божью благодать, которая просвещает самые глубины человеческого сердца. Спасибо Господь! До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok